Насколько я помню, может я ошибаюсь, но название министерства – это Министерство экономики и регионального развития. И мне кажется, если в название министерства вынесен такой приоритет, он не может, на мой взгляд, быть на четвертом месте. Потому что зачастую, мне кажется, у нас так бывает, что с большими налогами, с большими цифрами, с большими инвестициями мы забываем о наших муниципальных образованиях. И по факту мы имеем то, что у нас высокодотационные практически все территории Красноярского края. И мне кажется, это мнение, это не вопрос, но мне кажется, в любом случае, вот эти приоритеты, кажется, нужно пересматривать. Спасибо. Я можно прокомментирую? У меня приоритеты были расставлены ни в коем случае не по значимости. Я здесь, скорее, наоборот, самый главный приоритет, на котором я как раз сделал акцент, поставил чуть ближе к концу, но, видимо, немножко переиграла. Тонко, тонко. Алексей Викторович. Анна Карловна, если возможно, поделитесь секретом вашего управленческого оптимизма по поводу развития территорий. Вот насколько мне представляется, абсолютно большинство территорий Красноярского края существует ровно и по стольку, поскольку туда платятся какие-то бюджетные деньги. То есть прямые зарплаты бюджетникам, различные формы помощи, без них они, к сожалению, не имеют самостоятельной экономики. Это мало чем отличается от первоначального освоения казаками Сибири, когда служивые люди за государевые деньги на территориях находились. То есть если при этом что-то зарабатывали, ну молодцы, не зарабатывали, ну и слава богу. То есть все до сих пор попытки каким-то образом изменить эту парадигму уходили в песок. Я достаточно давно работаю в госуправлении и наблюдал многие такие попытки. К сожалению, у меня такого оптимизма нет. Может быть, вы как-то развеете мои настроения. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Я, конечно, здесь не строю иллюзии, что за какой-то короткий срок удастся изменить вот эту управленческую экономическую парадигму, которая сложилась сейчас в ряде территорий. Мне кажется, здесь важен сам подход. Я не зря сделала акцент на том, что впервые мы решили немножко отойти от исключительно отраслевого такого догмата, а все-таки перейти к формату, в котором в фокусе управления будет не отрасль, а территория. И вот наша логика, как раз и той госпрограммы, которая будет дальше развиваться и формулироваться, не в том, чтобы поддерживать территорию. Мне кажется, здесь очень важно правильное использование понятий. Мы, когда говорим о выстраивании взаимодействия с территориями, мы очень часто говорим именно о поддержке. Мне кажется, с отдельными территориями, учитывая их конкурентные преимущества, перспективы, их специализации, нужно выстраивать работу в формате создания условий для их развития. Естественно, это будет небыстрый процесс, я еще раз говорю, я здесь иллюзии не строю, но начинать эту работу, немножко просто пересматривать хотя бы угол зрения, когда в фокусе, еще раз говорю, будет территория, а не отрасль, это, мне кажется, очень важно. Анна Карловна, Вы номинируетесь на ключевую должность по формированию экономической политики, бюджетной политики. В конечном итоге отвечаете, отвечать будете, если Вас здесь сегодня поддержат за развитие экономики Красноярского края, за ее темпы. В этой части у меня вполне конкретный вопрос. Как Вы относитесь к тому, что мы более чем 13 миллиардов рублей в бюджете тратим на гашение государственного долга? Отдаем почти 4 миллиарда рублей коммерческим банкам, платим облигационный заем, погашаем порядка 10 миллиардов рублей, чуть меньше. Не кажется ли Вам, что эти деньги правильнее, например, было направить на ремонт сельских дорог, сельских школ, сельских больниц, разваливающихся домов культуры? Вот в этой части, я думаю, выражаю не только свое мнение, но и мнение многих членов моего аграрного комитета по бюджетной направленности. Что Вы об этом думаете, что Вы на это скажете? Во-первых, определение основ и задач финансовой и бюджетной политики – это задача не только Министерства экономики. Здесь все-таки большую роль играет Министерство финансов, поэтому я бы здесь свое мнение, конечно, высказала, но хотела бы на это ссылку сделать. Что касается тех параметров бюджета и тех направлений расходования, которые сейчас определяются, конечно, можно рассуждать очень долго на тему того, что какие-то деньги тратятся не туда, и 13 миллиардов – это, безусловно, большая сумма для территорий. Но есть задачи и финансовые обязательства у региона, в том числе связанные с погашением обязательств и погашением государственного долга, и ими тоже нужно заниматься. По территориям, я думаю, что отдельно в рамках тех механизмов, которые в Министерстве обсуждается, будут развиваться вопросы решения проблем аграрного сектора, тоже будут решаться. Вы не ответили на мой вопрос, вы не сказали, на каком месте находятся Красноярские края, мягко говоря, это место не самое последнее, по уровню госдолга, вы не сказали по стоимости, кто у нас зарабатывает, коммерческие банки, держатели облигаций или все-таки жители Красноярского края, которые живут в городах и весях, малых городах и весях. Поэтому в этой части, ну не знаю, я, конечно, проголосую, как решила фракция, но я бы хотел, чтобы вы отвечали, не став еще министром, гораздо более четче и понятней. Мы не получили ни одного ответа на ваш вопрос, вы общие слова сказали и все. Конечно же, знаете, что 26.02.2020 года правительством Красноярского края утверждена стратегия по развитию северных и арктических территорий, поддержки коренного населения, малочисленного населения Красноярского края. Но любая стратегия, мы это реально понимаем, что без плана мероприятия она мертва. У меня конкретный вопрос. Значит, в случае вашего назначения минимальные и максимальные сроки разработки такого плана, и учитывая то, что любой план, надеюсь, это коллективный такой разум, да, ваши личные приоритеты, хотя бы три. Один на краткосрочную, второй на среднесрочную и долгосрочную перспективу, которую лично бы вы внесли в этот план. По поводу разработки плана и сроков разработки плана, я бы все-таки стереглась давать какие-то конкретные ответы. Мне все равно нужно будет время в случае моего согласования для того, чтобы понять и ресурсы министерства, и ознакомиться с текущей ситуацией по подготовке этого документа. Безусловно, планы конкретные должны быть, в них должны быть прописаны конкретные задачи, и ответственные исполнители, без этого мы не сможем реализовывать ни одну стратегию. Поэтому здесь я предлагаю к этому вопросу просто вернуться, и через какое-то время я готова конкретные сроки обозначить. Что касается приоритетов, я так понимаю, развития северных территорий, то здесь, мне кажется, я никого не удивлю, сказав, что одной из особенностей Краснодарского края является, безусловно, его географическое и климатическое расположение. Поэтому северные территории – это всегда территория особого внимания с точки зрения поддержания там необходимого социального уровня, уровня социального развития и уровня жизни населения. Поэтому одним из ключевых приоритетов, и это касается, кстати, не только северных территорий, я бы обозначила именно человеческий капитал, потому что один из ключевых источников развития экономики, как я уже говорила, на мой взгляд, это именно человек, человеческий капитал. Это первый приоритет. То есть социальный блок в этом плане точно будет играть ключевую роль. Второе направление – это, безусловно, специфика того экономического уклада, который сложился в северных территориях, где большую роль играет именно промышленный сектор и экономика промышленного типа. Естественно, основные задачи там касаются и развития производства, и применения новых технологий, которые в том числе должны оказать влияние и на социальный аспект жизни населения, и на диверсификацию экономики в целях все-таки ухода от такого моноуклада экономической формации. Ну вот это, наверное, основные такие приоритеты. А, я прошу прощения, вы еще сказали про коренные малочисленные народы Севера. Это тоже, безусловно, важная задача, поэтому, учитывая там особенности, специфику, я думаю, что это тоже станет одним из важных приоритетов. Я практически никогда себе, ну крайне редко, когда бывают чрезвычайные ситуации, берусь за комментарии нашего ответа. Ну, но все-таки хочется сказать, у нас в законодательном собрании сегодня принято решение сессии законодательного собрания о наличии, так скажем, комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренного малочисленного народа. Так вот, народов. Председателем этого комитета являюсь теперь я. Спасибо всем коллегам за доверие, постараюсь его оправдать. Но я человек конкретный, на мой взгляд, вы ни одного ответа конкретного на мой конкретный вопрос сейчас не произнесли. Я вам очень хочу пожелать в случае вашего утверждения, но она, скорее всего, состоится, все-таки меньше слов и больше дела. Анна Карловна, вот звучит цифра, когда вы назвали, что я в правительстве Красноярского края работаю 11 лет. Смотрю вашу биографию, открыла, сейчас посмотрела, да? С 10-го года по 16-й год вы работали в обеспечении документационного оборота или документов правительства Красноярского края, да? И только в 16-м вы перешли в отдел замначальника отдела проектного управления, замначальника отдела, через год начальник. И, как уже было сказано, в 19-м стали заниматься этой проектной деятельностью в целом в управлении. То есть это разные вещи, да, с 10-го, и все-таки не с 10-го, а с 16-го года, и другая цифра уже получается. Это первая реплика. Вторая реплика, то есть прошу быть впредь точным человеком в этом смысле, то я назову цифры, от которых вы испугаетесь просто, сколько я работаю там в жизни своей. И вторая реплика, это ваш адрес, комплимент вашему характеру. Вы очень смелая девушка. В 34 года дать согласие на пост ключевого министра, слушайте, надо иметь вот такую смелость, чтобы взять на себя ответственность за развитие экономики целого Красноярского края, могучего, большого Красноярского края, будучи филологом, юристом и не имея опыта в экономике, работы в экономике. Проектная деятельность, это не экономика. И в связи с этим, конечно, я желаю вам успехов. Спасибо. Алексей Григорьевич, а можете мне тоже прокомментировать потом? Елена Евгеньевна, вопрос. Когда будут звучать вопросы, мы обязательно дадим вам возможность на них ответить. Хорошо, спасибо. Вы знаете, я хочу поддержать Анну Карловну, потому что она молодая, она умная, и за молодыми будущее. Действительно, мы сейчас живем в очень сложное время, в связи с пандемией очень много проблем, не только в нашем регионе он существует, но и во всей стране. И в этом смысле вот это молодое поколение, оно вообще другое по масштабу мыслей, по задумкам. И поэтому удачи вам на этом месте, действительно, на фракции мы приняли такое решение. Как сложатся ваши там отношения все, может быть, это уже какое-то как напутствие. Единственное, чего мне не хватило в вашей презентации, каких-то конкретных очень примеров. Знаете, я прекрасно понимаю, почему дамы атакуют Анну Карловну, но я не понимаю, почему это делают мужчины. Это у меня сразу какие-то непристойные мысли в голову лезут. Вы знаете, мне кажется, что я как раз вот думаю, что люди, которые говорят, что нелогичное резюме, но они такие мамкиные чарщики, я бы сказал. Это вполне логичное резюме, и вот по мне так человек, который прошел путь от секретаря машинистки ЭВМ, как написано, до министра. Это может быть лучший министр, потому что он ЭВМ умеет работать, потому что у нас очень много министров, которые не знают, как он нажать. А тут человек руками что-то умеет делать. Как говорили в фильме «Покровские ворота», молодость – это тот недостаток, от которого очень быстро избавляешься. Поэтому я желаю Анне Карловне подольше оставаться Анной, потому что Карловна еще успеет побыть, и надеюсь, она все еще умеет пользоваться ЭВМ. В законодательном собрании количество женщин увеличивается в государстве, в Думе, в органах исполнительной власти. Это хорошо. Больше будет взвешенных решений. Но давайте себе не обманывать. Мы сегодня рассматриваем, по большому счету, не министр. Мы сегодня рассматриваем помощника председателю правительства. Вот так сегодня сложилась структура власти. Она сложилась не только в министерствах, она сегодня сложилась и в главах муниципальных образований, как только мы перестали их избирать. Это помощники председателя правительства. Правительство у нас самостоятельным никогда не будет ни один министр. Поэтому себя обманывать не надо. Нужно пожелать этому помощнику удачи. У нас есть возможность ежегодно при отчете правительства и губернатора оценивать этих помощников, давать им оценку. А пока в доброе поле. Алексей Игоревич, а почему вы не сделали замечание? Почему у нас тот сексизм начал процветать вообще в стенах этого святого практически здания? Почему мы как-то вот, стоит министр, да, мы тут про ее пол говорим, про возраст. Кто-то там, значит, это в упрек ставит, кто-то, наоборот, заслугу. В понимании, я думаю, большинства этих присутствующих у министра вообще нет ни пола, ни возраста. Это профессионал, который должен сыпать цифрами, говорить там о перспективах, о проблемах и так далее. И мне кажется, главное здесь зерно, которое было при рассмотрении, это как раз вот то, что касается непосредственно экономики, планов этого самого министра предполагаемого, всего остального. А зачем мы переходим на возраст, пол и все остальные, значит, в принципе, от которых уже глаза режет просто.